Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Хаксамэх, друзья! С праздником всех! Прежде чем поделиться с вами посланием, хочу поделиться с вами своим переживанием. Во время поклонения Бог мне напомнил мои мысли многолетней давности. Я думаю, что те, кто от основания общины помнят, что когда-то мы собирались в лесе украинки. Помните? Кто помнит? Подымитирую. Помните, да, все помнят. И сцена там была очень высокая. А я только пришел к Богу. И я смотрю, стоит проповедник на этой сцене. И я думаю, вот бы мне так. Но вы знаете, почему-то всегда у нас в других помещениях сцены были маленькие. А сегодня во время поклонения я смотрю, вау! Мечты сбываются! Аллилуйя! Слава Господу! Жив Господь! Друзья, я хочу с вами поделиться словом. Сегодня мы с вами празднуем праздник Суккот. И Суккот, он, как и многие праздники, он выражает три проекции. Проекцию прошлого, проекцию настоящего и проекцию будущего. Амин! Да, и этот праздник имеет также множество, он имеет множество аспектов, которые выражают его внутренний смысл. Как мы с вами знаем, Суккот, он напоминает времена выхода израильского народа из Египта, как Бог вел его по пустыне, был его покровом, обеспечителем всем. Что еще Суккот нам показывает? Суккот показывает, это праздник сбора урожая. Что Бог благословляет народ, давая все необходимое для жизни. Суккот – это праздник, который раскрывает перспективу будущего. Что когда-то сам Бог возьмет свой серп и будет собирать жатву, последнюю жатву. Да, друзья? И Суккот – это праздник кущи, праздник шалашей. И у нас, посмотрите назад, какая стоит прекрасная, шикарная куща. Шикарная? Я согласен с вами. Она таки шикарная. Сегодня, друзья, по традиции мы это делаем. Потому что традиция говорит нам строить. Тора говорит нам жить в шалашах. Конечно, мы сейчас не всегда делаем… Кто-то, у кого есть частный дом, возможно бы строит суку у себя во дворе и проводит там время. Те, кто живет в многоэтажках, конечно, мы используем уже те, которые для нас построили. Друзья, но смотрите, интересный момент, что наши кущи, они отличаются от кущи прошлого. Вот сейчас у нас там бананчики висят, яблочки, мы такой ноу-хау вводим, конфетки вешаем. Ну, я не думаю, что тогда были такие конфетки, как сейчас. Бананы были, конечно, конфеток, наверное, не было. Но не вижу я в Писании, чтобы говорили, что украшают, но это наше время. Мы таким образом выражаем, как бы, на наши чувства выражаем праздник. Интересно, что мы это делаем. Почему? Потому что мы живем с вами в современном обществе. Наш мир современный для нас. Ешуа в свое время он жил тоже для него и для других окружающих его людей в современном мире. Да? Для него это была современность. И мы живем в наше время. Он жил в то время. Наши времена отличаются. И мы, в принципе, все отличаемся от людей того времени. Однозначно. Мы мыслим по-другому. Мы выглядим совершенно по-другому. Но, знаете, интересно то, что как тогда, так и сейчас Божий народ строит суху. Есть в этом интересный момент. И времена меняются. Все меняется. Меняется внешнее выражение. меняется даже наше внутреннее понимание определенных вопросов. Но в этом есть нечто постоянное. Знаете, что постоянное? Это постоянство, оно связано с Богом, который не изменяется. Бог не изменен. Он никогда не может измениться. Но, вы знаете, интересно то, что не изменен его план. Его план развивается, но пред Ним этот план пред его лицом. Бог бесконечен, он и с начала, и конец, и пред Ним этот план находится. И, друзья, как я сказал, что сухот, как и все праздники, это как маяки, которые ведут нас по этому божественному плану развития и направляет нас по этому плану. Мы действительно, мы смотря на праздники, мы все-таки акцентируем наше внимание, и мы особенным образом задумываемся о Божьем плане развития. Конечно, мы делаем это в нашей последневной жизни, но в праздники у нас есть какие-то особенные моменты воспоминаний и пересмотрения того, что Бог делает. И сегодня, друзья, я не просто сказал о современности периода времен Ишуа Мессии и нашем современном мире. Почему? В наше время есть такое вот интересное понятие, как инсталляция. Слышали, наверное, такое слово, да? Инсталляция это одна из фор современного искусства, когда из определенных элементов создается в пространстве композиция. Композиция, которая в конечном счете имеет определенную целостность. Вот это вот определение инсталляции. И когда мы с вами берем священное писание в руки и читаем писание, то мы в нашем разуме соединяем это писание с нашим воображением и по сути мы создаем эту инсталляцию. Потому что мы не знаем примерно точно, что происходило тогда. мы имеем какие-то понимания, мы собираем это в нашем разуме и мы расставляем и создаем композицию, которая помогает нам понимать это писание, что там написано. И сегодня, друзья, я хочу, чтобы мы попробовали вместе с вами создать в нашем сознании вот эту вот инсталляцию и эту картину времен суккота, чтобы мы знаете, сказать, что давайте перенесемся в то время, это неправильно сказать, мы не можем перенестись в то время, но мы можем, понимая, что происходило в то время, в своем воображении создать эту картину. И я предлагаю сегодня нам с вами вместе это сделать, картину времен земного служения Иешуаха-Машиеха. И согласно утверждения Иосифа-Флавия, на период служения Мессии в Иерусалиме жило порядка около 80 тысяч человек. Есть разные сведения, кто-то считает, что было там 25 тысяч, ну берем ориентировочно сумму 80 тысяч. Так говорят некоторые источники. И как мы с вами знаем, друзья, что на тот период Суккот это был один из трех праздников паломничества, когда все евреи должны были прийти в храм на поклонение. И это очень интересный момент. Это был праздник особенного веселья. Суккот это праздник веселья и радости. Дни трепета закончены, приговор уже вынесен дни радости, дни действительно особенного переживания, когда весь Иерусалим наполнялся радостью и весельем. Так вот, давайте мы сейчас представим себе эту картину. В нашем сознании попытаемся представить эту картину. С наступлением праздника эти 80 тысяч превращались в 400 тысяч, в полмиллиона. город увеличивался в 5 раз. Количество в городе люди приходили уходили на каждом на каждом дворе на каждой улице на крышах строились суки. Везде блеяние мычание животных повозки город оживал просто оживал ну примерно как умань сейчас на рож хошана примерно где-то так а может быть и больше. И смотрите везде радость везде веселье но в центре всего этого радости всего этого веселья храм находится храм потому что народ приходит весь народ приходит чтобы прийти вместо Божьего присутствия прийти в храм и поклониться Богу прийти в храм принести жертвоприношение храм сердца Иерусалима храм сердца Израиля на тот период. Теперь давайте мы с вами посмотрим Священное Писание. В книге Евангелия от Иоанна, 7 глава, рассказывается о том, как Ешоа пришел на этот праздник, на праздник Суккот. Я не буду вам читать весь текст, прочитаю частями, там действительно очень много, вот вся 7 глава говорит о событиях Суккота. Это 7 глава, 11-17 стих. «Иудеи же искали Его на праздники и говорили, где Он? И много толков было о Нем в народе. Одни говорили, что Он добр, а другие говорили, нет, обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о Нем, явно боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Ешоа в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как Он знает Писание, не учившись? То, что говорил Сергей Михайлович, что Ешоа, Он раскрывал все Писание. И они удивились, как Он знает Писание? А Он тот, кто это Писание создавал, и Он раскрывает это Писание. И они дивились. Дивились иудеи, говоря, как Он знает Писание, не учившись? Ешоа отвечал им. Отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Далее Писание показывает, что Ешоа, он на протяжении трех дней учит в храме, среди множества народа, который пришел на этот праздник, и Он раскрывает людям как раз правильное понимание Торы. И у людей возникает вопрос, а может быть, это действительно Мессия? Может быть, это действительно тот, которого мы ожидаем? Тот, который должен спасти Израиля? И мы видим, что Писание показывает, что множество людей уверовало в Него. Именно на праздник Сукот люди уверовали в Него. Но тут, друзья, в 37 стихе Ешоа говорит удивительные слова, которые на первый взгляд, если не знать традиции праздника, они даже как-то не вписываются в контекст разговора, но там все вписывается. Иоанна, 37-39 стих. «В последний же великий день праздника стоял Ешоа и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко Мне и пей, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Ешоа еще не был прославлен». Ешоа был сыном своего времени. Я начинал с этого. И Его слова были связаны с событиями, которые на тот момент проходили в Иерусалиме. Что же происходило в Иерусалиме на праздник Суккот? Что подвигло Мессию сказать такие слова? А в момент празднования Суккот в Иерусалиме происходили два основных обряда. Первый – это то, что каждый вечер еще до захода солнца зажигались 4 25-метровых светильника, громадных светильников, высота 25 метров каждого. Представьте себе светильник, на секундочку, высотой с 8-этажный дом. Высота светильника, 8-этажный дом. На тот период это были громадные, грандиозные сооружения. Я думаю, что кто-то из вас помнит, Александр Шаринога когда-то проповедовал о Суккоте, как раз рассказывал о великом этом действии, которое было связано с зажиганием, о процессе зажигания этих светильников. И это действительно были грандиозные сооружения. И грандиозный был обряд, связанный с ним. Я скажу вам, что свет этого... Говорит традиция, что свет этих 4-х светильников, он освещал весь Иерусалим. Представляете, насколько было великое сооружение, и эффект от него был громадный. Второе действие, друзья, это было возлияние воды на жертвенника. Это был обряд, который назывался Симхат Бе Ашоева, что буквально означает радость, домочерпание. Что же это было за такое интересное действие? Еще один интересный очень обряд происходил. По двух шафара, с радостью и весельем, священники во главе с первосвященником, они шли к источнику Силаам. Там они наполняли золотой сосуд этой водой, которая называлась живой водой, и двигались в сторону храма с радостью, весельем. В этот момент была другая процессия, которая шла, выходила из Иерусалим, и священники нарезали эти ветви, деревья. Они говорят, что... Талмуд говорит, что длина порой достигала от шести до восьми метров. Тоже радость, веселье, народ под звуки шафара, с ликованием, с симпанами. Все эти две процессии, они стекаются в сердце Иерусалима, они стекаются к храму, и происходит этот удивительный обряд. После этого вся эта процессия, опять же, соединившись с радостью, с ликованием, входили в храм. Священники входили в храм. Священники начинали танцевать вокруг жертвенника. А первосвященник, он изливал эту воду на жертвенник, друзья. Это было грандиозное и радостное событие. Неимоверное радостное. Для этого события в Ножемском дворе строились специальные помосты, чтобы люди могли смотреть, строились сооружения, чтобы люди могли видеть это грандиозное событие и эту радость, друзья. Иерусалимский талмуд, он говорит, что радость этого обряда, она служила источником, из которого черпали руаха кодыш. Посмотрите, как интересно. Смотрите, талмуд также говорит, что еще и пророческий дух черпали, как бы, с этого. Потому что момент того, что радость, она дает человеку вот этот пророческий дух. Об этом говорит талмуд. Так вот, именно этот обряд возлияния воды на жертвенник, он стал причиной того, что Ишо вышел к народу и сказал слова, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой. Он сказал эти слова. Поэтому, друзья, интересно, что сказал он эти слова в Йомтов. Он сказал это в последний день праздника, когда самого обряда не было. Обряд был за день до этого. Это, опять же, показывает интересный момент, что Ишо, он был сыном своего времени, и он очень уважал традиции своего народа. Он не вышел в момент возлияния, сказал, нет, нет, ребята. Но на Йомтов на следующий день он вышел и говорит слова, раскрывающие истинный смысл праздника. Друзья, все дни Сукона, он говорит, что все дни Сукона вы проводили обряд Симхат Бет Ашоева. Говорит, но сегодня перед вами стоит тот, кто является источником живой воды. Сегодня перед вами стоит тот, кто дает Духа Святого немерую. Сегодня перед вами стоит Царь Израиля. Тот, кто дает воду живую. Он направляет взор израильского народа на себя, на источник. Аллилуйя! Слава Господу! И еще, он переводит взгляд иудеев с религиозно-обрядового действия, которое, в принципе, оно несет определенный духовный смысл, но он переводит на себя, на Мессию Израиля, на Господа Израиля, который является источником всякого смысла. Потому что именно от него исходит всякий духовный смысл, дающий жизнь народу. Друзья, и он показывает две важнейших составляющих обращения человека к Богу. эти составляющие жажда и вера. Он говорит, от меня напиться, от источника жизни может напиться только тот человек, который жаждет. Он говорит, что Святого Духа может принять только тот человек, который верует, что я есть Мессия Израиля, свет и спасение этого миру. Друзья, Амэн! Аллилуйя! Здесь собрались верующие. Амэн! Жив Господь! Давайте воздадим Ему славу! Аллилуйя! Радость Цуккота наполняет нас! Жив Господь! Аллилуйя! Смотрите, друзья, слова связанные Ешуа являются слова, которые сказанные были Ешуа, они являются своего рода соединительным звеном. Посмотрите, общество того периода, оно имело по сути теистическое мировоззрение. Оно было верующее. Вы согласны? Были верующие они в Бога. И у них было правильное теистическое мировоззрение. Но Ешуа, он показывает связь, он связывает это мировоззрение с жизнью, которое приносит жизнь. Потому что само мировоззрение, я скажу вам, в миру очень многие люди имеют такое мировоззрение. Они понимают, что есть грех, они понимают, что есть Бог, они знают, что есть Ешуа, они знают, но нет самого главного. Они не пришли к источнику жизни. У них нет жажды. И Ешуа, он соединяет это теистическое мировоззрение с тем, во что оно должно вылиться в живые отношения с Богом. Друзья, его слова, они актуальны были тогда, но они актуальны и сейчас для нас. Эти слова актуальны во все времена и во всех народах. Жажда это неотъемлемая часть жизни, рожденного свыше человека. В Нагорной проповеди написано, что блаженные нищие духом, ибо их есть царство небесное. Другими словами, царство небесное обретает тот человек, дух которого постоянно жаждет, дух которого не может насытиться, дух которого нищий, потому что он желает Бога каждый день, каждую минуту. Помните, когда Гавид говорил, от ранней зари ищу тебя. Он говорил, как лань стремится к потокам, вот так ищет тебя душа моя. И человеческое сердце, которое действительно, человек, который нищий духом, он жаждет Бога постоянно, получая эти минуты переживания, встречи, хождение с Богом, он не насыщается, жажда не оставляет его. Такого сердца ожидает от нас Господь. Друзья, Ишуа говорит, что есть жажда обманчивая. Он показывает своими словами, и он говорит, есть жажда обманчивая. Он говорит к иудеям, которые пришли, потому что они знали, что в обряде они могут иметь Духа Святого, что это источник Духа Святого в этом действии. Но Ишуа говорит, нет, ваше понимание обманчивое. И понимание сейчас у людей может быть обманчивое, друзья. Это однозначно. Религиозно-обрядная часть, лишенная духовного смысла, даже может быть и не лишенная, но ориентированная на самой действия, она никогда не даст должного результата. В обряде мы не получим жизни и связи отношений с Богом. И интересно то, что Ишуа, он очень часто как раз мы видим в Писании, что он фарисеев обличал именно в этом, что они пытались какие-то обряды исполнять, но были далеки от Бога. Сегодня, друзья, так же, как и тогда, люди, в принципе, могут искать Бога в видимых каких-то Его проявлениях или даже в действиях. Смотрите, я прихожу на праздники и этого достаточно. Я каждый день читаю что-то из Библии и этого достаточно. Когда приезжает какой-то известный проповедник, я прихожу к нему, чтобы он за меня молился и этого достаточно. Я даже хожу на молитвенное служение и этого достаточно. А кто-то может быть говорит, а я делаю все это и этого достаточно. Но Ишуа говорит, что этого недостаточно. Он говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Он говорит, иди ко мне и я поведу тебя еще дальше. Я поведу тебя еще выше, чтобы ты был ближе к Богу, ближе к Его познанию, чтобы ты питался постоянно от источника жизни. Друзья, все эти действия, которые я сказал. Хождение на собрание, хождение на молитву, изучение Писания, хождение на молитвенное служение, все это очень-очень важно. Но все это надо не потому, что так принято в христианском мире, а потому, что я жажду. Я хожу туда, я прихожу в собрание, потому что я жажду. Я иду на молитву, потому что я жажду. Я все делаю, потому что я жажду Бога. Я люблю Бога. Он спас меня. В моем сердце есть жажда, и я делаю поэтому. Я делаю это поэтому, друзья. Господь Ишуа именно для этого оставил славу небес и пришел на эту землю. Господь Ишуа, он специально для этого облегся во плоть и взошел на крест Голгофы, чтобы люди как раз имели эту возможность иметь личное отношение с Ним, чтобы люди имели эту возможность приходить к Нему и пить эту воду, друзья. Жажда это не единоразовое действие. Это не один раз в год прийти на праздник, напиться от источника живой воды. Это не один раз в неделю прийти к Богу или на праздник, или жажда. Это постоянное действие, которое должно присутствовать в нашей жизни. Поэтому повернитесь друг к другу и скажите жажди Бога всегда. Амин. Но знаете, друзья, Ешуа показывает вторую составляющую. Он показывает вторую составляющую, без которой отношения с Богом немыслимы. Это составляющая вера. Причем, когда Ешуа говорит о вере, он показывает ее, во-первых, основанной на Писании, он так и говорит, а второе, он ее показывает в перспективе ожидания. И Рав Шауль, он это прекрасно понимал, и мы с вами все прекрасно знаем текст, послание к евреям, одиннадцатую главу, первый стих, где написано, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера, она находится в состоянии ожидания. Вера всегда ждет ответа от Бога. Если вера не ждет, это не вера. Она ожидает. Она всегда, я знаю, так сказать, и я ожидаю, потому что все нас, все Писание, оно направляет нас вперед, потому что Божий план еще не закончен, и мы ожидаем усыновления тел наших. Послание римлян написано. Мы ожидаем, мы спасены, но ожидаем. Мы ждем того, что будет впереди, потому что впереди будут великие события. Мы даже, может быть, где-то еще себе их не представляем, где-то догадываемся, но славные тела наши будут преображены как-то. Удивительно. Мне очень хочется увидеть это, скажу вам честно. Вот я пытаюсь представить, моего воображения не хватает. Очень хочется увидеть. Смотрите, друзья. Ишуа говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Каждый день жизни, каждый миг своей жизни. Он говорит, кто верует в меня, у того ищево потекут реки воды. Кто жаждет и верует, тому я, Господь, господствующих, обещаю, обязательно, у него потекут реки живой воды. Я хочу у вас спросить, задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, у кого текут реки живой воды? Ищева. Не стесняйтесь. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте все-таки посмотрим, что же это за реки живой воды. Как это понимать? Потому что я смотрю, что стесняются, братья и сестры. Давайте разберемся с этим вопросом. Смотрите, иудейская традиция, она связывает мысли и чувства человека с определенными частями человеческого тела. В принципе, мы можем видеть это в Писаниях. В притче очень часто показывают сердце, из него текут источники жизни. Есть моменты, на которые мы можем согласиться с этим. Так, вот, они говорят, что в сердце человеческом находится его дух, а в чреве находится его чувство. По сути, если мы посмотрим, то внутри нас, действительно, внутри человека находится и наш дух, и наши чувства. Аминь. Действительно, это так. И Иешуа говорит, что Дух Святой изменит и оживит нас, и приведет в порядок наши чувства. Он приведет нас в целостность. Другими словами, Дух Святой дает целостность человеку. Он рождает нас, когда мы приходим к Нему свыше, и Он приводит в порядок, в целостность нашего внутреннего человека. Он приводит в порядок, в целость наши чувства и наш разум. Раздаешься выше, Он оживляет нас, делая действительно целостными, друзья. И это преобразование настолько нас изменяет, что мы становимся другими. Мы становимся не просто другими, что я дома сам себе другой. Если в нас происходит преобразование, мы становимся видимыми. Это преобразование, оно видно в нас. Не только мы видим и знаем, что Бог изменил меня. Люди говорят, посмотри, что ты, что с тобой такое? Почему ты другой? Вам же задают такой вопрос. Я думаю, что есть многие люди, которые говорят, что с тобой случилось? Ты был другой, ты сейчас изменился. И именно поэтому Ишио говорит, что реки живой воды потекут. Наша жизнь, она дает, вот эти реки живой воды, они дают нам жизнь, но эта жизнь, она вытекает из нас, и она идет дальше, рассказывая людям о Боге, благовествуя славные его дела. И это то, что Ишио говорил, потекут из вас реки живой воды, потому что Дух Святой, Он приносит внутреннее преображение нас, не для того, чтобы я стал спасенный и держался этого спасения только, нет, Он дает это, чтобы Царство Его распространялось, чтобы Евангелие распространялось через нас, нашими жизнями и нашими словами, и это потоки живой воды, которые текут дальше. об этом говорит Ишуа. И, друзья, я скажу, что Ишуа Хамашиех, Он наш Господь, Он есть источник нашего преображения, Он есть источник нашего шалома, Он есть источник жизни, и Он есть источник живой воды, которая через нас должна двигаться дальше, друзья. И Рав Шауль это прекрасно понимал. опять же, комментируя Тору, Он говорил 1 Коринфянам, 10 глава, 4 стих. И все вы, говоря о еврейском народе, Он говорит, и все вы пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Мессия. прообраз прошлого показывает, что Ишуа источник духовного питья, Ишуа источник живой воды, именно поэтому Он говорил на праздник Сукот, кто жаждет, иди ко мне и пей, иди ко мне и пей. Друзья, но чтобы эта жажда, чтобы эти реки живой воды в нас сикали, нам нужна жажда, нам нужна жажда постоянно, нам нужна вера, которая пребывает в состоянии ожидания Господа, и именно такое состояние, оно ведет нас в жизнь вечную, друзья, ведь мы с вами живем в вере, да, мы живем в вере, но мы все-таки прегрешаем, прегрешаем, мы иногда, я скажу, даже грешим, так говорит Писание, и, наверное, нам не надо Писание, мы, когда находимся наедине с Богом, и наедине с собой, мы понимаем, что иногда мы поступаем неправильно, но знаете, во что мы верим, и верим в ожидании, то, о чем я говорил, хочу подтвердить словами местописания, послание к филиппийцам, оно говорит, следующие слова, 3 глава, 20 стих, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Ешуа Мессии, Мессию, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все, Аллилуйя, слава Господу, мы ожидаем это, мы ожидаем, что мы будем преображены, и наша вера, она в ожидании, она в ожидании, дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что нам, чтобы двигаться вперед, нам надо, чтобы наша вера, она была нацелена вперед, я очень прошу всех вас запомнить, чтобы ваша вера, и себе говорю это, моя и ваша вера была нацелена вперед, и если наша вера будет нацелена вперед, она будет расти, и мы будем возрастать в Господе, мы будем возрастать в Его познании, мы будем возрастать в Его жажде, мы будем возрастать в служении Ему, мы будем возрастать в молитве, во всем, связано все с нашей верой, я ожидаю, почему я молюсь, провожу время с Богом, потому что я ожидаю, что это помогает мне иметь еще больше с Ним отношения, я читаю Писание, потому что верю, что завтра я буду читать Писание, а мне откроется еще больше, я читаю, что я что-то делаю, служу, потому что завтра я смогу идти и служить еще больше, потому что моя вера, она в ожидании, Бог желает, чтобы наша вера была в ожидании, поэтому, друзья, повернитесь друг к другу и скажите, верь, ожидая будущего. Последний день Суккота, Ешуа Хамашех, он сказал слова, чтобы направить весь Израиль вперед, он сказал слова, чтобы направить Израиль вперед, он направлял его к себе, потому что мы читали там слова, что Ешуа еще не был прославлен, и народу надо было прийти к Ешуа, напиться, но это было впереди, прославление Христа было впереди, и он своими словами, он направляет народ вперед, он направляет его к себе, царю Израиля, он направляет его к моменту истины, который должен был произойти на кресте Голгофы, он направляет его к Шавуоту, когда Дух Святой должен был сойти на Божью общину, он направляет народ времени, когда он установит свое царство, и все народы, они будут приходить на Суккот в Иерушалаем, для того, чтобы поклониться своему Богу. Об этом говорит Писание, пророк Захария говорит об этих временах, когда это будет происходить, и мы верим в ожидании, то, что настанут эти времена, и мы будем сопричастниками этого действия. Аллилуйя! Слава Господу! Ешуа говорит, вы вспоминаете 40 лет Пусыни, что Всевышний был вашим обеспечителем, покровом и защитником, вы благодарите Бога за урожай этого года, вы делаете праздники и обряды, чтобы показать свою любовь Богу, но вот перед вами стоит Бог, перед вами стоит Царь Израиля, перед вами стоит Господь, источник жизни. Идите, кто жаждет, и пейте даром, пейте даром воду живую. Я попрошу наших музыкантов выйти на сцену, и хочу все-таки закончить нашу с вами инсталляцию, да? Давайте наше сознание, эту картину приведем в целостность. Последний день праздника Ешуа раскрыл истинный смысл обрядов Суккот. И он раскрыл смысл всех событий, происходящих в истории Израиля. Он показал, что вся история Израиля и вся Тора, она направляет Божий народ к Нему, к Мессии Израиля. Но праздник закончился, закончился Суккот. Утром после молитвы Ешуа опять приходит в храм. На следующий день после Суккота Ешуа опять идет, помолился, и он приходит в храм. Он опять учит людей. Но что происходит? Толпа фарисеев, ходит в храм толпа и ведет женщину, взятую в прелюбодеянии, приходит к Ешуа, говорит, «Ну что? Что скажешь, учитель закона? Что нам сделать с ней?» Эту историю мы с вами все хорошо очень знаем. «Кто из вас без греха брось в нее камень?» – говорит Ешуа. Все расходятся. Остается эта женщина, и Ешуа говорит ей, «Иди впредь, не греши». И после этого он опять возвращается к народу и учит. Он говорит следующие слова. Евангелие от Иоанна, 8 глава, следующая глава. «Опять говорил Ешуа к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить в отме, но будет иметь свет жизни». Смотрите, после разговора с фарисеями, которые привели к нему женщину, чтобы искусить Ешуа, они не привели, им не надо было решения вопроса. Они хотели его искусить. Так говорит Писание, так написано. Они хотели найти несостыковку учения Ешуа со словами закона. И Ешуа понял. Вчерашние слова, то, что он говорил, они не поняли. Он смотрит на погасшие светильники, четыре громадных светильника, свет в них не горит. Вчера они освещали весь Иерусалим. Сегодня они стоят под уши. Он смотрит на них и говорит, «Я свет миру, последуй за мной». Он продолжает это делать для того, он продолжает делать то, для чего он пришел. Несмотря на то, что народ не понял, он продолжает являть миру Бога. Сегодня у нас, конечно же, видимых обрядов меньше, да, друзья? Нет возлияний, нет светильников. Но сегодня Ешуа также говорит к своему народу. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки живой воды». И я хочу сказать, друзья, что если ты не знаком лично с Ешуа, если ты никогда не принимал его в свое сердце Господом и Спасителем, если ты понимаешь, что Бог говорит в твое сердце, и ты хочешь иметь отношение со своим Творцом, сегодня твое время. Может быть, кто-то первый раз у нас, поднимите руку, пожалуйста, если есть люди, которые первый раз. Можно это сделать, друзья. Я хочу сказать, что если вы давно в вере даже, вы давно уверовали, но вы не чувствуете в своем сердце жажды по Богу. Знаете, это не стыдно. Стыдно предстать пред Богом с пустым сосудом. Не стыдно сказать, что где-то суета этого мира меня, может быть, увела, где-то, может быть, перестал я испытывать эту жажду. Если вы не имеете этой жажды, сегодня ваше время. Сегодня праздник Суббот, и Господь говорит, кто жаждет, иди ко мне и прийти. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!